всем привет дорогие друзья с вами канал агрополка меня зовут антон и сегодня мы поговорим с вами о том влияют ли настольные игры на развитие ребенка и начнем мы сразу с ответа на данный вопрос и звучит он так конечно безусловно определенно да и не только настольные а любые игры в принципе дело в том что в каждом возрасте есть определенный вид деятельности который называется ведущим например у школьного возраста ведущий тип деятельности это обучение а у детей дошкольного возраста ведущий тип деятельности это игра все что дети делают они играют с ее помощью дети познают окружающий мир обучаются и развиваются можно даже сказать что абсолютно Все познание в дошкольном возрасте происходит через игру И сама игра развивается также вместе с детьми От простого манипулирования предметов до сюжетно-ролевых игр Игра это деятельность, в которой дети сначала эмоционально, а потом интеллектуально познают всю систему человеческих взаимоотношений Это особая форма познания действительности путем ее моделирования и воспроизведения Самый простой пример это игра в дочки Матери с помощью нее дети познают взаимоотношения между взрослыми и непосредственно детьми Другой пример это игра в профессии, где дети применяют на себя те или иные социальные роли Я повторюсь, что игра это особая форма познания действительности и другой такой формы или деятельности у детей нет Поэтому все обучение и развитие дошкольников происходит непосредственно через игру Поэтому безусловно игры развивают и развивают они не только в раннем возрасте Они остаются развивающими на протяжении всей жизни человека Потому что они позволяют проигрывать и моделировать определенные ситуации Таким образом обучать человека определенным моделям поведения А самое главное, любой наш психологический процесс можно и нужно сравнивать с мышцами Чем чаще мы его задействуем, тем сильнее он у нас становится Если мы хотим обладать хорошей памятью, то нам нужно тренировать память Если хотим быть внимательными, то нужно тренировать внимание Игры, в том числе и настольные, задействуют большой спектр наших психических процессов и не только их Планирование, мышление абстрактное или логическое, скорость реакции, внимание, память и так далее Перечислять можно очень долго И поэтому, когда мы играем, например, в настольные игры Мы задействуем, а лучше сказать, мы заставляем наш мозг работать А следовательно, мы его тренируем и развиваем И поэтому, чем чаще и больше вы будете играть Чем чаще и больше вы будете играть со своими детьми Тем больше вы будете развивать как себя, так и их Под конец поговорим о преимуществах игр Почему для развития ребенка лучше выбрать, например, настольную игру, а не простую тренировку Или же такой метод обучения, как уроки в школе Потому что игра обладает одним большим и неоспоримым достоинством Она приносит удовольствие и это довольно большой спектр положительных эмоций Мы можем получать удовольствие от простого, успешного выполнения какого-то действия Или от непосредственно самой победы в игре От общения с товарищами и друзьями А если говорить о детях, то они получают большое удовольствие Просто от того, что проводят время вместе со своими родителями И поскольку игра дарит положительные эмоции То мы можем научить детей следующей модели поведения Обучение тоже приносит удовольствие Потому что игры дети любят с рождения А мы можем научить их любить еще и процесс обучения И если, например, вам нужно обучить ребенка счету Лучше выбрать настольную игру Есть настольные игры, обучающие счету Например, Храбрые зайцы С таким подходом вы получите следующий результат Не вы будете ходить за ребенком со словами Пора учить счет, давай учить счет А он уже будет ходить за вами И просить вас научить его счету И еще одно преимущество настольных игр Именно настольных В том, что это уже готовый инструмент Все, что от вас нужно, это взять его и использовать Просто играть со своими детьми Надеюсь, данное видео было интересным и полезным для вас Если так, я очень рад Ну а на сегодня всем спасибо за просмотр Всем счастливо!